В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Высокое давление и пожар. Подробности ЧП на редукторном поселке Махачкалы смотрите через минуту. Необычная сессия. Депутаты Народного собрания были щедры на критику. О чем говорили парламентарии, расскажем в выпуске. Книжный марафон на 100 дней. В Махачкале состоялась презентация образовательного проекта «Восхождение». Чрезмерно высокое давление газа стало причиной пожара в многоквартирных домах редукторного поселка Махачкалы. Это кадры последствия пожара в квартире на улице Лаптиева, 81. Напомним, в результате происшествия пострадало двое человек. Они были госпитализированы в ожоговый республиканский центр. В ликвидации последствий ЧП были задействованы пять пожарных расчетов МЧС и несколько бригад врачебной скорой помощи. Критика в адрес правительства, кадровые решения и принятие нового звания для представителей СМИ. Очередная сессия Народного собрания прошла в республике. Всего депутаты рассмотрели 26 вопросов. Подробности в сюжете по темат Ханаповой. Это была необычная сессия. Во всяком случае, очередное заседание Дагестанского парламента запомнилось небывалым всплеском демократических настроений у ряда депутатов и даже у самого спикера. Заур Аскендеров упрекнул членов правительства. И было за что. Коллеги, вот вы слушали три выступления, и в каждом есть обращение. У нас не все члены правительства и министры СМИ. Вот, то есть, первый лиц, например, у него, значит, есть время. Он нашел в своем графике. Остальные что? Всем интересно. Перед нами глава республики, я очень велико, ставил задачу, чтобы мы для выполнения поставленных задач для развития республики, когда мы вместе с правительственным блоком по подмерзке работаем. А что получается? Не все хотят слышать правил. К критическому тону депутата от КПРФ Махмуда Махмудова уже многие привыкли. Если раньше он традиционно в приемлемой форме указывал на недостатки работы ряда министерств и ведомств, то на сей раз коммуник замахнулся на саму администрацию главы и правительства. Ну вот, с каждым созывом наше народное собрание какой-то мерит, теряя свою боевитость, так скажем, да? И почему мы допускаем, что нас формируют в кабинетах администрации главы, а они сами внутри свои вопросы не можем нормально решать формировать? Вот, хорошая зарплата представитель главы народного собрания, значит, где он есть на зале, месяц раз даже на сессию не уходит. Почему они себя не спрашивают, спрашивают только с депутатов. Чудо не все полномочия правительства, депутаты обязаны выполнять в своих территориях. Каждый должен заниматься своим делом. Возвращаясь к замечаниям спикера, в адрес регионального Кабмина отметим, что они были не безосновательны. Марат Альяров, депутат от «Справедливой России», привел факты слабой работы по выполнению социальных обязательств. В частности, коснулся темы льготного жилья для молодых семей, где всплыли коррупционные моменты. В 2012 году было заключено соглашение о предоставлении субсидий с федерального бюджета, бюджета Республики Дагестана. В соответствии с соглашением предполагается обеспечить жильем 726 молодых семей. Согласно отчету, предоставленному строю России еще в 2012 году, дирекция молодежных жилищно-строительных программ предоставила субсидии 350 семей. Участники программ при этом 376 семей субсидий не получили по причине решения бюджетных средств. В связи с чем было возбуждено уголовное дело, сотни молодых семей остались без льготного жилья. В ноябре 2019 года на совещании по данным проблемам в правительстве Республики Дагестан был поднят вопрос о возможности выделения дополнительного финансирования МИФИНА в Республике Дагестан. Отвечает отказом, ссылаясь на то, что обязательства еще в 2012 году в правительстве Республики Дагестана было выполнено. На сети были приняты ряд кадровых решений. Итак, парламент Республики единогласно утвердил кандидатуру Белала Джахпарова на должность руководителя счетной палаты Дагестана. Кроме того, в Народном собрании появился и новый депутат Гаджибия Расланову передан мандат, который стал вакантным после досрочного прекращения полномочий Абакара Магдеева. Парламент утвердил и почетное звание заслуженной журналисты РД. Его будут присваивать работникам средства массовой информации. Патимат Ханапова, Нурмагамед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Всероссийский урок мужества. Под таким названием прошел телемост, приуроченный ко дню освобождения Ленинграда от блокады. В мероприятии участвовало 10 школ из разных городов России, в том числе и ученики школы имени Юсупова. Школьники Махачкалы, Санкт-Петербурга, Рязани, Екатеринбурга, Волгограда, Уфы и других городов России слушали рассказы о блокаде Ленинграда из уст людей, которые пережили эту трагедию. Жившие в это время в Ленинграде не эвакуировались, они помогали друг другу. Те, кто не тут какой-то переживал, болел и прочее, всегда обязательно с этой же местностью. Мы жили в коммунальных квартирах и в большинстве домах на 5-6 этажах. Я считаю, что именно подобный исторический пример является наглядным в деле воспитания подрастающего поколения, прививания им правильных ценностей человеческих условий, тем более сложившуюся мировую ситуацию, когда пытаются подорвать наши традиционные ценности, я считаю, как раз таки важно отсылать к истории нашей. Люди в блокаду тогда выжили, потому что у них была поддержка друг друга, мотивация. В школе имени Юсупова действует движение юнормейцев. Они активно участвуют в общественных проектах и социальных акциях, проявляют интерес к страницам истории нашей страны. Книжный марафон на 100 дней. В Махачкале состоялась презентация образовательного проекта «Восхождение». Самых активных книголюбов ждут призы и подарки. В продолжение темы Хамзе Нурмагомедов. Три этапа и 100 дней. За это время участники марафона должны будут прочитать наибольшее количество книг. На выбор представлено 100 произведений в 10 жанрах. Таким методом мы хотим, чтобы побольше привлечь молодежь к чтению книг. Мы знаем, что книги приносят большую пользу. Вот сегодня пришли студенты у нас, вузов, вузов, старшеклассники. В результате, скажем так, анализа всего, что мы увидели, мы пришли к тому, что нашей молодежи не хватает немножко эрудиции в плане чтения книг. То есть это такая забытая мода, скажем так, и сейчас мы пытаемся это все возрождать. Мы дали молодежи возможность выбрать для себя тот жанр, который они хотят, который они хотят, и в этом жанре мы указали по 10 книг, которые они могут прочитать. Естественно, мы будем проводить тестирование, в котором будем выявлять, как бы, успеваемость ребят, читают они или нет, а в конце будет финальный приз, бонус, скажем так, о котором пока умалчиваем, но бонус будет достаточно солидный и интересный. Старт книжного марафона будет дан 30 января. На презентацию проекта в исторический парк «Россия. Моя история» пришли сотни молодых людей. Среди почетных гостей – предприниматели, общественники, религиозные деятели, а также известные спортсмены. И подобного рода мероприятия напоминают нам о том, что нужно развиваться, читать больше книг. Это нужно внушать нашему подрастающему поколению, будущим студентам. Сегодня такой прекрасный день, именно посвященный этому дню студенчеству. Поэтому всем желаю подрастающим поколения. Не забывайте про книги. Вы всегда будете интересны, какие собеседники, в принципе, как спортсмены, когда они представляют свою страну где-то в другом континенте, даже как я делюсь в Америке, чтобы листать умом, учить языки. Честно, если сказать, такие мероприятия очень нужны. Почему? Потому что это развивает и умственно, и так. И молодежи сейчас на самом деле нужно такое, чтобы они читали. Она побуждает к лучшему чтению книг. Я думаю, что такие мероприятия надо проводить часто и привлекать молодежь. В дальнейшем тоже мы в планах есть, у нас вместе сотрудничать и проводить подобные мероприятия для молодежи, как чтение, ну, разные, там есть у нас программы, которые мы уже будем совместно проводить. В марафоне смогут принять участие все желающие, независимо от возраста, пола и вероисповедания. Команда книголюбов будет периодически собираться вместе для досуга и общения. Марафон заинтересовал меня самим саморазвитием. То есть в течение всего марафона я буду читать книги, саморазвиваться, буду встречаться с интересными людьми, отвечать на их вопросы. И, тем не менее, я считаю это интересным. И в Дагестане надо учиться, надо саморазвиваться, надо показывать себя другим людям. Я решила принять участие, потому что я запросила читать книги, я очень люблю это дело. И решила возобновить, ну, как уже сессия закончилась, и решила возобновить. Для меня это очень интересно, очень, я думаю, это очень хорошо, это очень увлекает. Именно тогда, когда ты это делаешь вместе с единомышленниками. Мне больше всего нравятся детективы, я читаю еще романы, но в основном меня интересуют только детективы. Я читаю Фицека, читаю Эли Сипл, читаю еще многих других авторов. В финальном этапе лучших ждут призы и подарки. А Киина пока остается сюрпризом. Организатором книжного марафона успел ДРО «Молодежь Махачкалы» в партнерстве с общественным движением «Активный гражданин». Хамз Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Биборзов, телеканал ННТ, Махачкала. Более 30 студентов, вузов и СУЗов столицы были приглашены на встречу с Резваном Газимагомедовым. Молодой же общаешься, сам душой молодеешь. Особенно, когда видишь горящие глаза, когда тебя понимают, тебя слушают и, конечно, хотят получить что-то новое. Исполняющий обязанности мэра поощрил каждого благодарственными письмами и почетными грамотами. Ребята также получили в подарок сборник стихотворений Расула Гамзатова с автографом и пожеланиями градоначальника. В ходе встречи было озвучено также несколько предложений, в том числе по учреждению грантов главы города. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok